всем привет в данном видео немножечко поразбираемся со студией ну в основном с темной я буду делать в фсторме студию соответственно мне один человек прислал вот этот модель то здесь диск соответственно покрышка ну и попробуем поэкспериментировать с ней я пока что группу закрою пускай будет вот так ну для референса скажем мне прислали вот такую вот картинку вот такую да это работа такого 3d художника известного романа тихонова ну я ссылочку повешу на его страничку ну всегда приятно смотреть работы когда человек во первых их грамотно делает понимает что он от них хочет ну и использует полностью весь скажем инструментарий в своей работе для того чтобы работа получалась отличной ну рекомендую смотреть вдохновляться для себя там черпать какие-то моменты не знаю мне у романа очень нравятся работы особенно по освещению по текстурам то есть очень приятно всегда смотреть на отличная качественно сделанные работы ну к этому надо стремиться то есть человек умеет если мы еще не умеем значит нам необходимо стремиться я понимаю что столько там знаний столько опыта как у этого человека у нас у каждого нет вот ну какой-то опыт для себя приобретать необходимо то есть референс прислали но я скажу так то есть вот я не роман тихонов поэтому так как он сделал я сделать не могу будет там иваны иванов он не я он не роман тихонов он сделать так как мы не может то есть каждый из нас соответственно делает по-своему и все не обязательно там заморачиваться ну очень часто у людей завышенные ожидания не берут референс человека у которого опыт уже просто на автомате его ночью разбуди и он сделает эту работу закрытыми глазами люди которые ни разу не ставили свет не пытались настроить студию даже самую простую примитивную просто простую они берут референс и сразу же хотят стать романом тихоновым ну я скажу так в кавычках это идиотизм просто идиотизм к результату какому-то нужно идти неважно будет он хорошим получится он такой как у романа не получится это уже вообще не важно важно чтобы вас получался хотя бы какой какой-то результат не надо вот этих ожиданий типа вот я взял референс и у меня сейчас также получится как и у него не получится из десятого раза не получится пока вам роман не объяснит как он это делает полностью от и до от начала до конца чтобы вы поняли логику как человек это все строит как человек это все пытается сделать как этот человек понимает это все и у него уже повод этой его работе в мозгу простроена цепочка до такой степени толстая как канат а у вас этой цепочки в мозге нет поэтому желательно начинать эту цепочку строить с ниточки вот одна ниточка вторая ниточка третья ниточка когда канат уже будет тогда именно в голове потому что без без этого не работает ничего то есть вы повторяете и соответственно в голове у вас эта цепочка повторений становится толще 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 ну не знаю мне очень нравится читать книги которые объясняют как работает мозг там это все расписано как эти нейроны работают как это все строится как это в итоге у нас в конечном получается результат который мы потом ходим ах-ох и эффект вау для начала хотя бы какой-то результат нужно получить он будет не такой конечно будет отличаться и все время будут сравнивать вот а там такая крутая работа у тебя типа ничего да и не обращайте на это внимание радуйтесь тому что такой человек есть который вдохновляет вас своей работой ну и соответственно делайте выводы в общем то чтобы долго не разглагольствовать пойдем в 3d max ну для начала я предлагаю сделать такую штуку я вот тут информацию включу то есть и посмотрим сведения размере 1500 на 1875 ну пойдем в 3d max я начну самого начала так скажем потому что ну по-другому я не хочу это делать юниты у меня стоит сантиметр я перевел там все дело это в сантиметрах там были дюймы но как бы дюймы мне неудобно поэтому я все перекинул сантиметры вот у нас есть эта группа да то есть мы ну здесь корона стоит я щас это все дело так сказать переделаю так ну-ка это у нас left то есть вот это все переделаю в плане чего ну вот есть у меня этот объект да соответственно я хочу его поставить на плоскость на плоскость попробуем тут щелкнуть да но если не получается щелкнем тут как бы то есть и вот тут я его хочу поднять вот так да но он дело в том что здесь на вот этих шипах на вот этих шипах на поэтому я его ну чуть-чуть должен опустить по идее ну там совсем немножко главное его можно так утопить вот приблизительно вот так пускай он там упадет прям в плоскость как бы вообще не важно вот и соответственно желательно чтобы он там стоял в центре да теперь пойдем менять движок то есть я поставлю в storm вот тут иногда надо проверять чтобы он вот эти гадости не делал то есть вот таким вот образом то есть поставили вот это закрываем соответственно нам теперь необходимо сделать что для начала желательно конечно поставить размерность правильно то есть у нас там тысячу пятьсот на 1875 но всякий случай пойдем проверим и 1500 на 1875 то есть коэффициент вот этот вот до 08 зафиксируем выпуск он будет ну нам такой большой не нужен я поставлю где-то пока 900 пускай будет вот так то есть вообще совершенно неважно да и включим рамки кадра вот он наш кадр то есть нам сюда но сюда желательно закинуть референс референс мы закидываем обычно для чего для того чтобы просто по нему ориентироваться то есть вот других вариантов как бы ну не бывает так у меня там и ретушь и картинки и уроки и короче вообще вообще все все то что есть есть все чего нет вот она наша часть можно по битмап можно по рендер но мы ставили по рендеру поэтому вот так да он там у меня кричит что типа у тебя папка не папка а линк я не знаю предположим какой и какое фокус на расстояние использует роман не могу ничего сказать по этому поводу вот желательно конечно как-то приблизительно это для начала выставить но я выставляю пока что просто напросто приблизительным образом я не не собираюсь там чтобы она у меня вообще там на сто процентов соответствовало тому что я вижу картинки ну вот я вот так вот сделаю мне достаточно то есть как бы и единственное можно только чуть-чуть повернуть ну можно и без этого поворачивать вообще неважно то есть ну как-то как-то отравняться то есть пускай она будет вот таким вот образом да конечно колесо можно чуть сдвинуть но это потом можно сделать сейчас она нас сильно не беспокоит пока что дальше дальше то есть дальше мне желательно построить цилиндр правильно ну там я его строю в любом месте вообще неважно опускаю там вниз на сколько-то то есть и дальше то есть радиус у него получается я поставлю пока 18 вот тут много мне не надо я поставлю минус 20 то есть вполне хватает вот это пока все уберу но мне сильно не надо вот тут поставлю 64 чтобы он чуть плавней так сказать был вот и поставлю его в центр да то есть желательно же это сделать вот можно сказать почти почти совпало но как бы я не знаю линза поэтому я поставлю камеру вот и в к и камеру переключу вот на 72 чтобы чуть-чуть подвинуться то есть я не знаю какая там линза то есть на всякий случай еще раз уточню я не знаю какая там линза у меня вот если смотреть вот так да то есть на вот эту часть и вот там сравнивать но попробуем посмотреть да то есть если я просто вот эту часть увеличиваю уменьшаю фокусное расстояние то у меня все равно но не совпадает эта часть правильно то есть тут еще такой момент можно в камере поставить торже да и вот саму камеру ну грубо говоря отравнять по вот этой точке ну вот ровно вот так будет да но я насколько так приблизительно понимаю что там кадр делался то есть есть три положения можно на колесо смотреть сверху но это не прикольно так обычно никто не делать можно на колесо смотреть ровно то есть фотографии это объясняется таким способом тоже это психология восприятия картинки как картинка воспринимается если мы смотрим соответственно вот так сверху вниз то мы как бы чувствуем себя больше а наши колесо и там маленький ребенок на котором мы смотрим сверху если мы смотрим вот ровно вот так как есть то мы фактически смотрим на равных то есть мы с партнером там с партнершей там не знаю с колесом с машиной с объектом на равных то есть мы на равных находимся и соответственно если мы опускаемся чуть ниже вот как в данном случае да там получается ну где-то вот приблизительно вот так наверное ну опять же надо линзу вы узнать какая линза то есть если мы снизу смотрим то это у нас мы как бы превозносим нашего героя наше колесо там объект не знаю машина там она становится героем для нас то есть мы смотрим снизу наверно то есть мы наделяем наш объект какими-то там смыслами приблизительными опять же на всякий случай это все происходит очень быстро не бывает такого что вот мы это все наделяем смыслами но не понимаем почему так случается да то есть это все довольно быстренько так работает можно так оставить можно сделать не знаю пускай будет 18 в принципе достаточно этого вот она у нас вот так стоит вот эта часть ну можно ее чуть-чуть ну ка чуть-чуть покрутить где-то приблизительно вот так но я же говорю я не знаю какая там линза то есть я так на глаз вот как есть там некоторые фотографы которые там на глаз могут это все дело определять я например не могу определять на картинке мне надо точное значение знать потому что вот эту кстати мишеньку можно поставить прям тупо в центр только на какую-то высоту да я по поводу определения линза если вот смотреть например на картинку я не всегда понимаю как она срабатывает иногда бывает там какие-то ясные такие так сказать дни да ну вот я вот эту часть вот эту часть не попаду можно отравнивать можно не отравнивать здесь как бы вообще такое дело то есть можно прям пытаться вообще там все отравнять полностью чтобы она там была идеально ну не знаю как то посредине но колесо там я так понимаю что смещено в общем поставлю пока не посредине это все такие приблизительные вещи в общем то если что здесь еще такое такая же ситуация что чем больше у нас вот эта часть ну фокусное расстояние да тем ближе перспектива то есть вот можно попробовать таким образом проверить да то есть я уже переборщил ну не знаю можно поставить где-то 100 то есть для предметки опять же 100 миллиметров объектив является вполне себе отличными вот она наверное может быть так и есть то есть как бы приблизительно проверить можно это не проблема просто посмотреть по фокусному расстоянию можно в принципе наверно поставить и 125 и 135 ну 135 это стандартный объектив то есть как бы можно просто напросто взять себе стандартные объективы которые ну для чего используется этот объектив для того чтобы не было искажения всякого разного рода вообще то есть чтобы все было более менее адекватно чтобы это смотрелось ну вполне себе хорошо можно еще кстати сильнее не знаю там такое ощущение что там 200 миллиметров стоит объектив потому что ну вот как бы попробуем поставить 200 до чем сильнее сплющивается наши вот этот вот цилиндр вот он сплющивается до передний край у него доходит до заднего грубо говоря то есть раньше он был как круг ну так образно вот сейчас он сплющивается 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 все больше больше и больше вот и соответственно он может прийти в то положение когда мы там угадаем я не знаю опять же на всякий случай я не знаю какой там объектив но мне кажется что 200 миллиметров это слишком много ну 135 вполне себе то есть я вернусь на 135 но я на всякий случай вот эту штуку показывал потому что ну вот теперь у нашу датовал стал шире может там 150 может 300 не знаю то есть как бы это такое дело что тут лучше методом перебора некоторого количества вариантов сделать и соответственно так сказать попасть как необходимо но останемся вот так единственное чуть-чуть можно повернуть я же говорю просто этих данных как бы нету нигде то есть ну человек вам по-любому не скажет она ему не надо зачем смысл какой он делает себе работу свою и делает спокойно вы пробуйте тренируйтесь то есть у вас референс под руками есть ну пробуйте ну вот так вот останемся все на этом как бы мы закончили вот теперь я соответственно включу свой слейд материал эдитор и включу свои и так с чего начнем ну нам иерархия не нужна вот эта часть пока что не знаю я бы в принципе сделал так то есть я обычно делаю так то есть я выделю камеру скажу здравствуй новый слой здравствуй камера это у меня будет камера групп то есть мы готовим это все то есть мы должны потом не когда у нас цена есть готова нам лучше все подписать она не такая большая у нее не столько много объектов чтобы прям не утрудиться и не написать что вообще к чему относится потому что потом сложно соответственно поскольку мы определились камера 135 миллиметров я просто-напросто ставлю ком 135 миллиметров сразу чтобы понимать насколько я снималась я ее менять не буду если буду менять значит соответственно я потом поменяю и название по мне либо новую камеру создам я пишу r1 но это моя личная мое личное именование то есть ракурс 1 я знаю что камера 135 миллиметров в нее больше ничего не входит но ракурс у нее 1 если я буду делать 135 миллиметров там другой ракурс я соответственно пишу r2 rtr 4 там неважно но я обычно пишу r1 мне так понятно можно написать иногда бывает такая часть можно написать там предположим три четвертых фронт ну вот так то есть или сайт или фронт или там ну то есть как бы важно понимать что это три четверти да ну поворот вот такой то есть вот мы так повернули камера у нас есть все мы с этой камерой справились она единственно вот здесь тут не переименовывается на поэтому надо пнуть разок и все там переименуется только он торжец конечно сместит но если мы не сильно переживаем за то что торжец у нас сместился то мы его можем отправить туда куда надо правильно то есть он все равно станет на место вот у нас стал на место он конечно все это дело нам из подгадил чуть-чуть но приподнять как бы не сложно можно конечно чуть-чуть приблизиться совсем чуть-чуть как-то может быть вот так вот то есть настроили все подписали все хорошо все выставили все как бы в нуле все отлично в принципе нам по факту вот так картинка уже не нужна то есть как бы ну смысл какой мы уже можем спокойно работать со своей мы все это дело привели под себя то есть камеру мы поставили все и именовали все она у нас есть соответственно следующий вариант да цилиндр наш опять же что это у нас будет я напишу просто ground group ну вот так пускай будет ну пусть будет цилиндр неважно пусть останется название такое вот можно сразу радиус его поставить то есть цилиндр 18 там написать сантиметров да ну вот так тоже ориентироваться легко открыл посмотрел цилиндр 18 соответственно все отлично если вдруг его кто-то переведет там выйдет поле или по каким-то причинам он там переведется и соответственно сделается коллапс до слопывания то у нас все равно останется его радиус и мы сможем его там сделать еще раз ну грубо говоря с таким расчетом то есть я пока камеру отключу ground group пока отключу соответственно у меня вот эта часть я ее разгруппирую вот у меня здесь три объекта да желательно их подписать то есть вот это у меня rim ну это диск понятное дело вот это у меня tire правильно то есть она там или через и пишется или и через y в общем какой-то какое-то странное именование у нас обычно шина но хотя у нас тоже можно найти синонимов кучу общем неважно и вот эти части шипы да я не знаю как они там на английском языке пишутся как бы их так написать напишу протектор понятно дело что это не протектор это шипы ну пускай будет так не важно в общем не знаю как оно там пишется на английском языке и вот эту всю часть мы сразу же отправляем на отдельный слой не это у нас что был групп то есть мы себя распределили уже какую-то часть работы мы сделали все к этому возвращаться не будем если только нам надо будет что-то переименовать то мы к этому по-любому вернемся правильно то есть вот это обратно все включаем пускай ну так будет открыто в общем неважно то есть мы это все дело построили скажем так следующий вариант тут чего-то уже настраивалась я не знаю что настраивалась но что-то пробовалась в общем что-то пытались сделать я вот это все уберу в это все уберу и поскольку мне нужна только геометрия я соответственно выберу геометрию но я сделаю вот так вот тут мтл а вот тут hd и рай вот тогда и на мтл соответственно создам стурмовский материал пускай будет грей бейс неважно вот и применю я смотрю на шарик и что-то тут не то ну то есть цена у меня как-то не так отрабатывает я не понимаю почему что-то с ней не так что-то с цвет с цветами не так что там ну и что-то не то соответственно пойдем настройки да ну можно по-другому пойти я пойду color management и здесь вот стоит он менеджет то есть если я использую вот это не контролируемые скажем не управляемые то есть это не это переключалка отключает управление цветом вообще то есть нет управления цветом и здесь в данном случае когда нет управления цветом я могу ставить от 0 до 255 если я управление цветом включу то соответственно у меня нижний предел будет 20 но это такой галюк 3d max в обновлениях эту ошибку исправят но обещали я гамма вверх слов включаю и соответственно говорю ok и он тут сразу все пересчитал у меня совсем по другому стало отрабатывать и материал стал совсем другим ну то есть как бы если вдруг что-то кажется подозрительным мало ли но она как бы не подозрительно просто не включили управление цветом то его можно включить либо тут настройка на либо потом пойти в render соответственно color management и все это дело настроить но обещали этот глюк который там ниже 20 не спускается исправить соответственно ждем то есть получается этот материал у нас будет просто материал пока применен ко всему вот нам надо все это дело сохранить то есть я сохранил у меня там поскольку файлики есть я это все дело сохраняю то есть мы можем в принципе как вот нам рекомендуют интерьер щеки работать сразу же в грей материал ставить цвет если вы же сцена готова вот она готова скажем она будет вот такая постоянно будет менять столько модель там можно оставить просто матовый материал да но мы же не будем работать с таким белым материалом это будем работать с материалом резины а резина материал немножечко имеет разные свойства то есть резина в себе сочетает что то есть если и анализировать во первых диффузный цвет какой-то темный да то есть она не металл это первое у нее какой-то диффузный цвет темный он еще может быть с какими-то вкраплениями скажем вот этих всех перепадов яркостей то есть темное светлее там светлое темней среднее ну то есть там все это дело варьируется вариации тонов присутствует плюс у нее есть отражение да но они как бы в принципе довольно сильные если смотреть на вот эту вот фотографию ну на вот этот рендер они довольно яркие вот видно да то есть по отражениям но это зависит еще от источника света понятное дело но они довольно яркие но они размытые то есть у нас как-то просто под обычный материал резина не подходит ну так как нам хотелось бы потому что у нее есть там участки чуть блинцеватые есть чуть-чуть ну есть матовые в основном на матовая но там проскакивает это все вот нам желательно теперь сделать что то есть следующий наш шаг поскольку освещение у нас нет и мы не знаем каким она будет то есть мы реально пока что не знаем каким она будет мы там приблизительно картинку смотрим но сами мы не понимаем как это все будет ставится я предлагаю сделать такую штуку то есть на вот этот наш цилиндр накинуть материал простого темного черного пластика то есть соответственно пишем пластик black ну пускай будет я так пишу потому что буду roughness использовать шероховатость да то есть пластик black шероховатый черный пластик и пойдем скажем поскольку я там управление цветом включил то есть нет получается 24 макс поэтому здесь вот такая вот часть я поставлю пока 21 вот пока что на вот эту часть на саму шину я пока материал не применяю дальше то есть вот дальше уже начинается как бы самое интересное в плане чего я единственно только в этом материале в черном этом пластике скажу что у него радиус round edge до наши ребра края пускай будут 0 пускай будет 0 1 пока если что я не хочу там чемфер это делать можно его сделать вообще без вопроса ну просто я могу хочу сделать вот таким вот образом то есть у меня вроде как все есть по идее я хочу запуститься посмотреть что там происходит вот у меня происходит вот такая вот штука то есть ничего не происходит соответственно хотелось бы чтобы что-то происходило на на вот этот на вот эти на покрышку и на диск мы тоже закинем материалы то есть ну я сначала туда применил теперь я приблизительно начинаю применять то что у меня будет то есть у меня будет здесь что металл правильно какой-то металл я не знаю какой металл пускай будет просто металл неважно и вот сюда мы пока применим следующий материал наш то есть он там у нас называется раббер да пускай будет так то есть вот эту часть мы соответственно применим сюда но для чего применяем для того чтобы как только у нас источник света заработает чтобы он видел эти материалы потому что если там будут другие то источник света как бы нам покажет просто черное пятно но нам это не нужно соответственно мы это все дело меняем вот мы их поменяли у нас пока что есть четыре материала они у нас и подписаны у нас все есть тем более студии не такая же говорю большая единственное что здесь хотелось бы отдельно сделать вот эту часть то есть применить этот материал сюда ну и соответственно забрать у него название пускай будет протектор наш он неправильный понятное дело ну надеюсь это не будет большой проблемой ну пускай будет вот так то есть мы ему название дали все у нас там в студии темно то есть источников света у нас пока нет ну вообще нет поэтому мы пойдем на слои и скажем давайте создавать источники света то есть вот тут новый слой и пускай будет вот так да пусть будет так то есть соответственно у нас получается вот тут мы будем создавать наши источники света но попробуем перейти здесь на вид топ и соответственно пробовать начинать ставить источники на я возьму обычный стандартный он у меня там получается plane все у него есть ну и как то его нарисуем приблизительно вот так то есть мне нужен какой-то там софтбокс 1 обычный стандартный так сказать простой да ну поднимем посмотрим что у нас из этого получится что-нибудь получится у меня здесь в настройках то есть почему не получается пойдем посмотрим тут в environment ничего нет да в том моппинге тоже мы пока не не смотрим здесь вот disable то есть обновляемая геометрия отключена да поэтому он не обновляет ему желательно сказать что типа товарищ давай ты будешь всю геометрию обновлять здесь настройки стоят стандартная пока ничего не трогаю то есть как бы у меня по какой-то причине непонятно что происходит да по идее наверное должно быть должно что-то происходить оно не происходит оно не происходит потому что я пока что не залучил свою камеру то есть я камеру ну не пришел залучил чтобы она не переключалась и соответственно вот будет происходить мне бы конечно в данный момент чуть-чуточку бы отодвинуться совсем совсем чуть-чуть чтобы не так сильно было в кадре присутствие да ну колесо понятное дело но то есть вот она у меня пока такое я пока с одним источником света работаю пускай будет пока такой то есть я себе определяю такую штуку у меня получается вот этот материал вот этот материал он темный я его не вижу я хочу ему поддать отражение для начала вон они там появились переключиться в roughness и соответственно пускай будет где-то там пускай будет пока что 05 только единственное здесь переключение между запятыми и точками его пока не видно то есть ну можно проверить таким способом дам насколько геометрия мне в принципе не нужно то есть насколько я могу это все дело посмотреть я просто увеличу мощность в десять раз да он там то есть я же вижу уже свой этот объект и плюс тут желательно еще конечно посмотреть насколько там на 84 процента вот тут да то есть я в этом материале ставил 001 поставим 005 чуть-чуть можно даже 01 поставить попробовать ну вот как только у меня появляется вот эта часть тут уже близки начинают проскакивать то есть если я поставлю 0 до там вообще ничего не проскакивает как только я поставил какую-то какое-то скругление там уже все проскакивает поэтому желательно эти все вещи делать они добавляют так сказать реализма так ну ка ну где-то вот так тут чуть-чуть ее приподнять потому что не умещается ну ка не хочет все равно не хватает ему места чуть-чуть вот так может влезет вот влезет то есть получается я пока вижу вот такую ситуацию но нижний вариант как бы уже увидел все хорошо с ним вот верхний вариант у меня вот такой да то есть получается мне необходимо сделать что взять этот материал резины он же тоже черный правильно ну и пока что его как-то приблизительно настроить то есть я его настрою вот таким образом то есть поставлю тоже двадцатку поставлю пока на максимум вот тут и соответственно скажу что он размыт ну насколько он размыт но пускай будет на 0 5 вот так этот размыт приблизительно тут еще попалась недавно такая штука не знаю на ли во всех движках работает или не во всех один товарищ не помню он откуда объяснял что если мы ставим левел 0 5 то это у нас правильная кривая и она соответствует нижняя часть линии соответствует четырем процентам отражаемого света то есть черный а верхняя доходит до белого ну не знаю судить не берусь верно не верно как бы не скажу то есть я размываю отражение на своей шине вот я их размыл мне уже что-то приблизительное показывается правильно правильно едем дальше то есть я вот этот протектор просто сразу сделаю размытый материал тоже черный то есть я пока ставлю стандартные части обычные а дальше уже будем смотреть как их там расширять расширять и что с ними вообще делать то есть я поставлю тоже 0 6 и тут поставлю 0 5 то есть у меня пока что на самом деле особого ничего не происходит ну как хотелось бы сразу прям чтобы это все прям отрабатывал металл соответственно я сделаю сейчас на данный момент тоже простой то есть поставлю минимум поставлю на все скажу что он рафнесс мне такое большое размытие не надо я поставлю где-то 0 0 5 вот так и скажу что он у меня 15 то есть вот он мой металл да он конечно не сильно там хорошо в данный момент выглядит можно его немножечко подразмыть то есть где-то ну пускай будет 0 3 вот он тут немножко появится дальше следующий вариант у меня сам диск вот тут ну у него turbo smooth отключен то есть я его включу чтобы он там вот сравнялся то есть когда я его выключал вот так вот выглядит да соответственно когда его включен там сравняется ну просто не хочется видеть вот эти вот такие части не веселые то есть с этим тоже справились но у нас пока что свет он не дает нам всей картинки он не и не даст потому что всего лишь один источник нам для начала желательно попробовать посмотреть на референс до яркая пятна же мы видим правильно я обычно ориентируясь каким образом по поверхности то есть если это дело рисовать ну грубо говоря я ориентируясь обычно по поверхности то есть вот эта поверхность вот эта поверхность да у нее ну будем считать что это поверхность просто одна у нее нормаль смотрит вот так правильно перпендикуляр а камера грубо говоря у нее ну смотрит ну понятное дело мы я не смогу вот так вот нарисовать да ну я там на виде снизу так то есть у меня вот камера смотрит сюда там ну мне надо было стрелочку ровнее провести но я специально чуть и я отклонил то есть у меня получается из камеры луч прилетает и он должен отразиться 90 градусов куда-то туда то есть вот где-то там вот где-то там по отношению к этой поверхности поскольку мы знаем куда смотрит нормаль значит чуть чуть дальше нормале ну грубо говоря нам надо поставить источник света если не пользоваться никакими автоматическими средствами то есть по факту возвращаемся на вид топ вот наша камера вот наша камера вот она да соответственно она луч попадает вот сюда вот тут проводим ровный ну ровную линию перпендикуляр и поскольку угол падения равен углу отражения источник должен где-то стоять вот здесь правильно соответственно мы попробуем это дело сделать то есть я поставлю второй источник у меня иногда построение световой вот этой вот части то есть построение источников света происходит спонтанно иногда я там как бы делаю какие-то вещи иногда ну по-разному все бывает поэтому я тут не особо над этим запариваясь я бы вот этот источник света сразу бы во первых подвинул это раз вот он начал уже светить он мне дает вот эту часть градиент на цилиндре да то есть фактически я бы ну он градиент дает почему потому что он пока светит не основным своим пучком сюда а просто боковым ну грубо говоря соответственно я бы хотел его повернуть градусов на так у меня тут единственная ну-ка не у меня здесь в самом в самой сцене стоит почему-то такой вариант я поставлю 5 ну то есть по 5 градусов мне так удобно вот я его на 45 градусов повернул и дальше теперь начинаю его как бы ним управлять да то есть мне надо его как-то поставить я пока что вот этот источник вот этот источник пока что выключен но я его поставил пока для того чтобы посмотреть что происходит ну так для себя мне желательно определиться в данный момент скажем приблизительно как у меня будет стоять верхний источник света то есть если его оттаскиваю назад он мне дает вот протектор да лучше освещать то есть мы смотрим по поводу того что лучше освещено то есть в данный момент хорошо протектор освещена понятно то есть там угол соответствует значимый будет освещен если я его передвинул вперед он мне больше переднюю часть даст правильно то есть как бы какую часть я хочу выбрать то есть что я хочу освещать больше просто протектор вот там мы всегда работаем с одним источником света то есть мы смотрим что он делает а потом их складываем то есть я себе приблизительно понимаешь что если я вот где-то там поставлю источник света вот так вот вот тогда он будет светить вот так если я его предположим сейчас продублирую но грубо говоря то есть я возьму и скажу давай продублируемся мне надо еще и верхнюю часть освещать то у меня будет два источника но можно использовать один большой правильно то есть кто-то скажет зачем ты это делаешь да без разницы я просто показываю как она работает то есть либо два маленьких разделить но если два маленьких тогда удобно менять яркость то есть одним большим яркость не поменяешь если два то я могу здесь его сделать сильнее там сделать темнее чтобы для объема то есть вот для чего два можно использовать источника света я пока не буду использовать два я пока обойдусь одним то есть я его поставлю вот так мне нужна передняя часть ну я ж не заднюю часть освещаю правильно то есть как бы мне нужна передняя часть вот это я хочу на передней части что у нас там обычно происходит у нас там обычно происходит надпись также то соответственно вот мы ее получаем так ну-ка то есть вот он наш источник света верхний то есть мы с верхним поработали соответственно его можно выключить то есть единственное прежде чем выключать источник света его надо подписать это надо делать то есть сразу же да вот он сверху стоит значит он что то плайт правильно то есть ну-ка то есть он у нас то что ж такое топ-лайт вот мы его поставили мы его подвигали посмотрели мы вот этим движением просто делаем какие-то для себя выводы определенные так если он будет чуть дальше стоять куда он светит он попадает на протектор он нехорошо вы даст рисунок протектора он еще туда попадает она все понятно если его поставлю вот сюда так что он мне здесь освещает он освещает нижнюю часть хорошо блик дает отлично как раз и по получается больше влиять на переднюю часть вообще хорошо и просто выключаем его правильно он у нас там есть но мы его выключаем соответственно проверяем вот этот источник света включаем его смотрим что он нам дает поскольку верхний мне давал больше вот с этой стороны сверху то вот этот будет давать вот этот выпуклость показывает то есть он показывает вот эту вот часть то есть ну видно жда темное светлое темное то есть я вижу там вот этот объем меня он устраивает вообще отлично то есть он не показывает эту часть по размеру по размеру источника света можно брать стандартные то есть найти предположим ну например там тридцать на девяносто вот такой вот размер источника света можно я же говорю на и пойти в сеть на фото магазины и там все это дело быстренько посмотреть там все рассказано все показано все размеры есть все есть и использовать реальные части и все будет совпадать вот то есть я сделал так да получается вот такую вот штуку но сразу же скажу так я буду этим источником света влияю на диск и влияю на шину мне как бы этого не хотелось бы поэтому я два источника то есть я источник это скопирую соответственно можно сделать сразу клон ну-ка инстанс не надо надо делать клон и скажу что он локальный сейчас покажу для чего и чуть-чуть его отодвину чуть-чуть вот так вот его отодвину у меня вот находится два источника света вот они два источника я в передний источник света хочу забросить шину то есть я выделяю просто шину соответственно говорю вот он мой тайр вот он то есть копии я передний источник света скажу ему типа давай-ка инклуд вот эту штуку тайр ты включаешь в себя освещение только этой штуки но можно еще и цилиндра если хочется чтобы он туда попадал то соответственно можно еще и цилиндр добавить вот он в себя включает два объекта раз-два правильно и в нем скажу что он невидимый то есть вот он невидимый а у второго источника света но поскольку они одинаково светят то есть я получается сейчас вот этот отключу вот этот а вот он второй теперь светит я у этого внутри скажу что он инклудит себя только диск рим да то есть он вот так в себя инклудит для чего я это делаю для того чтобы разделить освещение просто разделить я вот тут чтобы пересветом не было поставлю например двоечку потому что металл больше света отражает чем диск правильно ну металл отражает вокруг себя очень большое количество света ну он отражениях работает то есть я теперь могу управлять отдельно я сначала управляю диском то есть пишем вот этот источник света вот этот ну тут рим не подойдет до напишем диск light вот так то есть мы будем знать что этот источник света светит только на диск но поскольку и покрышка и диск у нас находятся как бы по отношению к нашим осветительным прибором одинаково ну одной стороной то они угол падения равен углу отражения поэтому нас источники оба стоят здесь вот этот мы invisible не делаем он визе был нормально с ним все он там двоечку светит нам пока что вот этого света для диска хватает вот а поскольку вот этот невидимый то есть визе был он для переднего невидимой вернее для заднего невидимой то мы включаем эту часть и вот у нас свет разделился теперь мы можем отдельно управлять да ну тут получается поскольку вот эта часть ближе на ярче эта часть чуть дальше она ну и плюс по отражениям там надо смотреть я какую-то делал пластик вот этот не ставил на 0 5 поэтому лучше поставить ну вот так выровнять их одинаково неважно мы потом все равно это все доделаем то есть и мы все равно видим откуда идет свет правильно то есть по вот этой постановки света по вот этой постановки света мы видим вот камера смотрит посмотрела сюда уперлась мы тут нормаль провели и полетел полетела это все туда то есть все отлично то есть мы с мы как бы себе ставим источник для того чтобы понимать что мы освещаем и плюс поскольку мы их разделили то мы теперь можем управлять отдельно светом на каждую часть то есть нам не надо будет как-то сильно запариваться но вот у меня предположим для чего это делать для чего я разделял свет у меня тут диск например металлический да он отражает очень много света если я поставлю сюда какую-то краску например черный он же мало будет отражать все там не надо будет у источника увеличить мощность у источника который светит только на диск то есть мне надо будет увеличивать мощность чтобы высветить этот черный вытащить его из темноты она покрышку у меня отдельно вот этот светит и он не дает вот ну я могу его там приподнять например там до 15 предположим то есть уже начать это все ну как бы пускай пока десяточка будет мне пока десяточка устраивает то есть вот следующий ну я их разделил но это как бы один источник света ну грубо говоря будем считать так можно в группу их собрать там написать но я этого делать не буду мне желательно для вот этого для вот этого источника написать что он на что он светит то есть он светит будем так писать то есть тайр цилиндр соответственно light вот так ну чтоб понятно было он вот туда светит с ним все хорошо ну-ка раскрываем это дело вот они у нас уже подписываются то есть тоже хорошо следующий вариант мы можем сейчас в данный момент посмотреть как у нас оба источника работают да то есть еще один включить посмотреть о дорисовал отлично и мы себя спрашиваем что нам в данном случае не хватает ну вот что-то же не хватает нам правильно чего-то не хватает а чего может не хватать не хватает например вот этой части да то есть тут же надо что-то еще сделать соответственно по углу отражения мы понимаем как то есть я провожу линию вот эту линию не сюда а например провожу ее вот сюда ну ну если это подрисовать мы себе обычно простраиваем простые вещи то есть я провожу ее сюда да мысленно ставлю перпендикуляр вот его поставил значит у меня источник света где будет стоять ну вот так угол же отражения соответствую со соответствует все то есть я приблизительно понимаю что мне желательно ну там на виде фронт предположим или на видео лифт на каком лучше на вот этом да то есть следующий источник света создать его можно сразу же поставить каким-то но я нарисую если что потом подправлю то есть я возьму поставлю его вот так вот перейду на вид топ и соответственно буду его двигать то есть мне надо его подвинуть куда можно вот так отодвинуть вот так а можно то есть я по перпендикуляру пока что отодвинул да а можно подвинуть ну посмотреть опять же работаем с одним то есть нам желательно отключить ну-ка переходим соответственно выключаем 1 выключаем 2 и выключаем 3 ну-ка так и еще и верхней выключим чтобы у нас вот это только один остался вот он нам светит то есть что он нам светит ну хорошо ли он светит или нехорошо тут уже мы соответственно проверяем начинаем его двигать как мы хотим чтобы он светил если я его сюда подвину да у меня чуть больше выдаст то что впереди то есть вот эту всю часть прорисует так вроде неплохо но я бы хотел попробовать его сделать стандартным вариантом то есть я его поворачиваю на 45 градусов вот так да и скажу типа давайте-ка мы все это дело передвинем то есть если я вот так поставлю вот он мне дает вот эту часть да ну так же как и верхний давал то есть таким образом если предположим так не хочется можно его начать подвигать и поворачивать тут еще надо смотреть на вот эту часть на вот эту еще раз возвращаем его назад на всякий случай то есть я возвращаю вот так соответственно то есть смотрим да куда перемещается еще и внизу вот эта часть если я буду ее отодвигать назад более 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 назад он меня во первых будет становиться тоньше во вторых ну то есть градиент видно да внизу и на шине он соответственно будет светить не особо хорошо вот поэтому можно поставить так и опять же все равно вернуть те же 45 градусов на так 45 но можно 45 можно не 45 он нам дает что нам дает ведь 33 варианта освещения вот тут на цилиндре вот тут на шине и внутри диска ну то есть он внутрь диска прилетает если хочется разделить ну как бы я бы разделял например я бы сделал еще один такой источник света для диска то есть если я ну как бы получается такая ситуация если нет для шины этого источника света не хватает я его буду увеличивать то у меня на металле будут вылеты пересветы будут на металле просто она будет все в белое вылетать она конечно хорошо вроде как но не не очень-то хорошо то есть я бы его тоже разделил в плане чего ну можно сделать таким образом то есть вот тут взять эту часть скопировать прийти сюда вставить вставить но написать таким образом tire цилиндр rear то есть это задний получается источник света вот и взять его скопировать тоже склонировать тут тут тоже на месте и чуть-чуть подвинуть то есть сказать что local соответственно вот так ну ка вот и чуть-чуть его подвинуть назад вот так тоже разделить ну не знаю я бы делил и вот тут тоже можно скопировать то есть какой из них какой да можно передней ставить на шину можно задней ставить на шину вообще без разницы то есть я вот тут напишу диск rear light то ли это только для диска и соответственно что то есть зайду в него скажу что он инклудит в себя только наш диск так ну вот он наш рим то есть include вот этот да а вот этот rear мы заходим в него и говорим что он инклудит в себя tire и соответственно цилиндр вот так но нам первый нужно сказать невидимый теперь они разделились то есть один источник света светит на один объект второй источник света светит на другой объект и предположим если я выбираю в данный момент диск то я для того чтобы вот этого вот ну такого белесого не было я могу сказать ему там например мощность не 10 а 5 ну предположим так а для этого источника который у меня светит на шину он мне дает например мало света я скажу предположим 20 вот он стал ярче но на диск не влияет то есть я разделяю свет мне легче свет разделить я его тогда понимаю как он работает на какую часть я его контролировать могу то есть светлее темнее ну там надо светить не надо светить то есть соответственно вот мы его вот таким вот образом сделали да будем считать что это у нас как бы один источник ну грубо говоря их понятное дело два ну как бы один я наверное скорее всего легче воспользуюсь light листером вот этим ну-ка давайте перезагрузиться чтобы включить в данный момент все источники света то есть посмотреть что у меня здесь вышло вот у меня выходит вот такая вот штука ну как бы в принципе пока нормально мы же просто со светом работаем смотрим как он отрабатывает хорошо не хорошо это уже другой вопрос его все равно менять придется оно сейчас пока плосковатое понятное дело здесь вообще ничего еще пока нет теперь у меня как бы возникает такой вопрос ну тут вот понятно где источник стоит да тут тоже понятно где источник стоит и тут тоже там 3 получается ну у меня выходит 2 вот они широкие там узкие да там один узкий еще что-то подсвечивалась здесь тоже контровичок ну тут неважно как это все освещать главное чтобы был виден была видна форма за счет вот этого градиента видно полукруг вот это да то есть мы определяем цилиндр дальше то есть ну понятно уже чем у меня отличается то есть можно спокойно ориентироваться вот эта часть как освещена вот эта часть именно вот это то есть хотелось бы понять да как она освещена пойдем использовать автоматические инструменты то есть я вот это выключу вот это и сделаю новый источник света ну пускай будет он квадратный какой-нибудь там не знаю вот такой например вот он да и получается поскольку я хочу его автоматически разместить то я возьму вот этот инструмент то есть place highlight и скажу типа вот у меня вот тут то есть вот у меня вот эта часть если на нее посмотреть то есть что он там как бы сделал ну-ка посмотрим что он сделал вообще непонятно да что он сделал там ну совершенно непонятно но я сделаю так переключусь на топ вернусь назад то есть у него получается такой момент что ну во первых надо его поднять ну будем так приблизительно пока ориентироваться то есть мы его поднимаем вот она начинает уходить я вот так вот на полную высоту подниму и теперь посмотрим где он должен стоять да то есть я провожу из камеры вот сюда ниже значит он где-то должен стоять вот там ну пускай он так вот сверху висит мы попробуем опять же автоматический инструмент использовать еще разок ну-ка то есть он нам почему-то автоматом он вот как ставит ну по идее по логике вещей все верно то есть как бы вполне ожидаемо да где он будет стоять вот его бы конечно там подвинуть чуть назад и попробовать там чуть-чуть его подвигать 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 повыше чтобы он уходил из кадра и плюс можно еще и взять его повращать то есть тоже там где-то на 45 градусов например и поднимать его еще выше то есть я его хочу убрать из кадра у меня в кадре не нужен вот он вот так светит да то есть где он находится а я хочу его чуть-чуть чуть-чуть совсем ну вот так вот где-то приблизительно чем ниже его буду опускать вот видно да тем больше он мне дает блик то есть как бы такой вариант здесь конечно вот эту штуку желательно было бы опустить вниз но поскольку она не опущена вниз то соответственно пока что вот так то есть включаем вот эту часть ну-ка еще разок обновись он будет светить вот там вот давать вот эту часть то есть я например не хочу чтобы он мне так светил и я ему скажу что так вот это пока скроем то есть я ему скажу что он светит только на цилиндр то есть скажу ему include то есть светит только вот сюда вот там вот он там исчез лишнее вот это вот движение которое там было оно исчезло то есть мы себе пока что простроили вот такую штуку веселую она как бы стандартная стабильная я вот тут еще на вот этот граунд групп вот сюда да пока тормозну его пускай там висит пойду и скажу давайте ну поскольку мы там повторяем все это дело давайте построим какую-нибудь трубу ну пока вот такую неважно вот так труба строится в три прихлопа до соответственно я там прозевал ее построение поэтому она мне вот такая ну по радиусу мы сейчас определимся по высоте пускай будет минус один вот такая по сегментам они мне там сильно не нужны и по вот этим 64 поставлю чтобы она была повеселей вот мне надо ее поднять ну переставить на то место которое я хочу и дальше определиться по внешнему радиусу поскольку там 18 я поставлю здесь 17 можно там 16 не знаю здесь поставлю 16 предположим ну даже можно ее чуть дальше переместить можно поставить 16 вот тут 15 вот тут вот так можно еще тоньше сделать как бы можно 15 с половиной ну-ка ну пускай будет вот так и приподниму ее на 0 можно на 001 можно на 005 пускай будет вот таким вот образом ну чуть-чуть ее приподнял да теперь получается так какая из них какая называется угадай да типа угадал ну-ка вот она у нас появилась ее в принципе можно еще чуть поднять но мы для этой штуки напишем вот тут так только пускай будет такой объект но он как бы должен в источниках света находиться можно туда его перекинуть то есть не обязательно его держать то есть мы его перекинем сюда и сразу скажем ему что давай ну light material то есть назначим его да пускай он там светится вот у нас светится то есть мы что-то уже простроили то есть получается у нас есть верхний свет у нас есть боковой свет на шину у нас есть боковой свет на диск у нас есть передний свет на шину и он же на цилиндр у нас есть задний свет на диск то есть и задний свет ну можно еще тут покидать как бы ну пока не рекомендую накидывать это уже потом лучше делать то есть подправлять всегда легче уже когда что то есть готовое соответственно подправить вот мы это все дело как то так собрали на пока что она простенькая обычная теперь следующий спортивный коллектив так сказать нам желательно желательно поработать я сделаю вот так то есть нам желательно теперь поработать с материалом резины да вот она наша часть так ну ка куда ты ускакал мне надо вот тут почему то с голосом опять какие то проблемы непонятные так ну ка смотрим то есть у нас есть наш материал он стандартный обычный вообще пока у него все так без всяких вариантов что мы с этим будем делать я понимаю что у романа там это все рисуется это все карта это все там очень так сказать досконально технично и скрупулезно поэтому там все рисуемое я здесь рисовать ничего не буду я сделаю просто процедурно то есть я хочу для начала поставить сюда текстурку то есть какую текстуру я буду ставить на отражение то есть я пойду и скажу ему что есть у меня здесь карта дерт я же говорю ее можно самому собрать то есть надергать кучу этих дертов вот этих кучу дертов вот и соединить их все вместе вот этот соединить вот этот вот этот там найти еще тонкий вот этот их соединить и получится вот такой чем больше даже еще мельче можно пятна делать еще сюда вот этот можно этот повернуть на 90 градусов и там еще ну то есть вариации можно делать кучу вообще просто кучу огромную я поставлю пока такой вот он у меня там появился он там начал что-то прорисовывать что он там делает пока непонятно мне бы хотелось для начала увидеть как он сработает то есть я его поставлю вот так вот так там что-то неясное соответственно у меня тут не ювишек ничего нет я это делать пока не буду ну использовать не буду поставлю трипленер скажу здесь смешивание на единицу и скажу вот так да real world sky и теперь скажу предположим 20 то есть двадцатку тут ему поставлю 20 тут поставлю ну вот такая яркость ну вариативность вот такая на шине нормальная если это много поставим 10 чтобы она была плотней то есть поставим 10 ну вот такое да она должна быть не очень контрастная эта штука то есть как бы ситуация такая ее можно сделать каким образом еще то есть вот эту карту взять пропустить через микс сказать микс уйся с чем ты будешь миксоваться миксоваться она может с цветом просто и в storm color поставить сказать какой-то темный ну пускай будет 64 пока пока и вот тут сказать что смешивается там все в режиме мультиплай то есть я получается цвет вот этот добавляю на карту в режиме затемнения соответственно я могу теперь управлять поставим например 32 она у меня начнет становиться так сказать ну чуть чуть во первых меньше по контрасту потому что я все таки цветом управляю правильно можно сделать еще таким образом если ну как вариант предположим поставить вот эту карту например вот сюда вот так еще разок и повернуть ее на 90 градусов сказать типа давай-ка ты повернешься на 90 градусов вот так она же по другому уже будет смотреться правильно и сказать а давайте мы две карты вот перемножим то есть мы их перемножили да оно стало там еще более плотнее вот вот то есть а теперь вот этот микс еще раз вложить в микс то есть change material сказать еще раз в микс и теперь уже соответственно поставить сюда цвет он там контраст будет гасить понятное дело ну опять же мы ставим multiply его и вот тут скажем ему например там ну сколько ну пускай будет 48 то есть там если пойти в настройки нашего рендера и сказать давайте добавим рендер элемента да на каком-то шагу нам все равно это надо сделать так diffuse reflection так рефракшена у нас здесь нет он не нужен material normal ну в принципе этого достаточно будет вот он там появился вот и мы пойдем посмотрим по очереди да что у нас там происходит ну материалы понятно reflection понятно вот он наш diffuse ну грубо говоря то есть там direct light ну обычный вот он ну он пишет indirect diffuse ну то есть вот не прямой свет да вот как вот выглядит наша вот эта часть даже с учетом того что мы перемножили то есть мы сказали что перемножаем наши текстуры на вот этот цвет там все равно присутствует ну-ка давайте скажем 0 ну так мы не увидим конечно но вот присутствие текстуры вот оно оно там проявляется вон оно там есть то есть как бы оно там на том месте на котором необходимо все там на своих местах то есть там есть эта часть вот вот мы ее поставили это мы сделали вот этот черный материал вот этот черный такой пятнистый да мы сделали на diffuse просто-напросто вот эту конструкцию вот эту мы можем скопировать я специально делаю отдельно то есть я не совмещаю специально делаю отдельно чтобы видно было на каком этапе что происходит вот я закину теперь в отражение хорошее отражение не очень-то хорошее почему потому что я ставил мультиплай вот тут затемняющий режим а если я скажу эдишен ну хороший вариант вполне хороший но он как раз вот эта вот пятнистость она вся выступает на наших отражениях поэтому чтобы она была более-менее адекватной желательно ее чуть-чуть понизить ну чтобы эффект был не слишком ну вот когда стоит на 100 этот эффект слишком большой если я еще контраст в фотошопе увеличу он еще сильнее станет и она будет ненормальная можно вообще там 30 поставить так чтобы там может 30 это с учетом того если я буду корректировать еще в фотошопе ну вот зрительно я уже вижу здесь появлялись какие-то моменты вот этих мелочевки вот этой которая нужна то есть зрительно я это уже увидел следующий вариант поскольку у меня стоит roughness вот тут да то я вот эту карту вот эту карту украду вот тут еще разок то есть пускай будет вот такая она мне теперь вот начала давать что где-то глянцевость где-то матовость то есть вроде как хорошо но она как бы там же еще такая ситуация да что она должна быть если она темная значит я больше глянца вижу если она светлая значит я вижу больше матовой части я бы вот тут смешал бы просто по нормали не смешивал бы через эдишн а смешивал по нормали вот так вот таким вот образом то есть бы смешал но опять же вот этот вариант он ну довольно таки темный я сделаю так то есть у меня вот тут стоит 0.6 и карта стоит на 100 я карту поставлю где-то на 50 ну вот так чтобы она тоже там чуть-чуть эффекта давала чуть-чуть совсем не надо там слишком сильный эффект можно даже тоже где-то там 30 поставить оно все равно отрабатывает то есть если ну-ка то есть это наше отражение да это наше ну вот наш свет то есть там где свет мы вот видим да как оно уже вот с вот этой мелочью всей такой пятнистой работает вполне себе адекватно плюс еще добавляются у нас отражения вот и мы видим вот эту часть тут еще такая такой момент хороший вот эта часть глосси френель смотрим как она меняется я ставлю единицу оп да по бокам она становится более глянцевой а спереди она ну такая более матовая да то есть еще раз так оно выглядит вот так а если поставить вот так то меняется восприятие можно поставить например 0.5 чтоб вроде как и не нашим и не вашим типа то есть я пока поставил 0.5 но у меня вот эта вся часть она на месте следующий вариант то есть пока у меня конструкция вот такая стандартная на отражениях у меня карта светлее чтобы было чуть-чуть светлее но она там процент определенный дает на размытие отражения у меня карта скажем средненькая она тоже небольшой процент дает но она смешивается с тем вариантом размытия который здесь то есть 0.6 и еще и глосси френель 0.5 стоит следующий вариант что использовать то есть как бы хотелось бы вернуться еще к одной штуке я пока что вот это отключу просто отключу временно вот я его отключил и мне желательно ну поскольку там есть карта проверить карту то есть я вот это пока подвину а сюда закину карту ну-ка то есть мне нужна карта которую там прислали то есть для чего эта карта сейчас покажу так ну-ка ну-ка вот она вот такая карта вот такая по шине соответственно на наши неровности вот мы ее накинули она выглядит вот так ну понятное дело что это неверно так же значит нам что-то надо с этим сделать то есть пойдем выделим шину и скажем давайте ну здесь она еще и квадратная вот я бы сначала поставил предположим тот же турбосмут чтобы он там чуть-чуть это все дело вот так вот более-менее подровнял ну пускай он там вот подровнял все она нормально выглядит да и дальше сказал давайте-ка юввмап посмотрим что у нас тут происходит со всем этим движением ну во-первых она немножечко неправильно стоит то есть мы ее сейчас чуть-чуть подкорректируем в плане чего для начала пойдем скажем ну-ка фронт пойдем в ювишку скажем гизма ну гизма это 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 такой себе виджет да управление именно внутри самого ювмап чтобы не двигать колесо это а двигать именно сам этот виджет то есть у меня тут по 5 градусов ну надеюсь станет она в норму так только мне неудобно конечно ее прям сильно вращать ну вот мы ее там приблизительно поставили ровно да можем сказать что она тут у нас только ну-ка чуть-чуть ее подвинуть ну-ка подвигайся опять переборщил ну тут сделать лучше так чуть-чуть тормознуть это дело и стать на место а потом отпустить так сказать вот она стала ровно пока что ровно ее же надо перевернуть правильно а переворачивать ее как ну на 180 градусов вот тут так немножко не тут вернись на место то есть желательно говорит угадать да ну чтобы не угадывать можно сделать вот так то есть мне надо ее повернуть на 180 градусов то есть она вот вот вроде как по z работала но не захотела до до конца срабатывать так 185 нам не надо нам надо 180 ну-ка чуть-чуть тут же вот чуть-чуть в сторону и уже все так 180 все поставили ее на место вот она вот такая вот она вот такая я хочу ее сделать соответственно меньше ну-ка я поставлю 30 и тут поставлю 30 я не знаю там должна ли она доходить за вот эти вот части аж туда наверх я не знаю тут как бы надо спрашивать по поводу этого размера вот то есть вот мы ее поставили для чего мы ее так ставили на диффуз для того чтобы посмотреть где она находится то есть мы можем спокойненько сказать шоу шейды да он там все нормально теперь у нас яркое пятно вот тут самое вот то есть когда я ее выставил ну так как она мне нужна я теперь ее тихонько подвигаю то есть то есть название самую яркую нашу часть чтобы она читалась чтобы человек мог ее прочесть правильно вот здесь же самое яркое пятно яркое вот она как идет у нас все с ней хорошо вот мы ее повернули замечательно выглядит выходим из duv map все с ней там отлично то есть выглядит она нормально пока что соответственно мы ее отсюда отключаем вот мы ее отключили ну мы же выравнивались правильно возвращаем ее там вниз а вот это возвращаем на место то есть в диффуз мы закинули все вернули так как оно должно быть то есть у меня на диффузе пятнистость это раз на отражениях пятнистость это два ну вариации тонов вот эти вот темнее светлее вот эта вот вся часть да и на размытие отражения где-то глянцевые где-то соответственно матовее ну такого плана и теперь получается насколько я вот так ее подвину закинем закинем ее в бамп вон она там проявилась вон она там проявилась да она как то выглядит интересно в плане чего попробуем попробуем к ней приблизиться ну вот она вот так выглядит но как бы этого эффекта мало то есть его реально мало значит мы возьмем сделаем по-другому мы ее отсюда цепим поскольку она у нас нормально там выровнялась мы пойдем скажем давайте дисплейсментом попробуем ее продавить то есть на дисплейсменте я поставлю пока 0,1 вот так ну чтобы там сильно не было этого всего и скажу давайте текстуру закинем в дисплейсмент он нам посчитает там еще turbo smooth пока там все он учтет там до него дошло здравствуй вот до него дошло но этот эффект большой правильно значит соответственно скидываем на сколько 0 0 5 поставим приблизительно пока что ну может быть это и хорошо я там точно не знаю ну поставим 0 0 1 то есть посмотрим мало да ну попробуем 0 0 25 то есть я пока не знаю насколько ставить ну может быть 0 0 35 даже ну пускай будет 0 0 4 вот так можно 0 0 5 принципе можно 0 0 3 где-то ну пускай будет также ну мы же в принципе видим что там да все хорошо и как вот свет отрабатывает то есть он там разделяет на две части но вот эти части такое ощущение как будто светлей то есть ну-ка возвращаемся на место ну вот она появилась там и внизу появилась ну высоту уже можно регулировать так сказать самому по вкусу теперь следующий вариант можно сделать все в одном материале а можно сделать отдельным материалом скажем в одном материале имеется ввиду что вот эту карту вот эту карту инвертированную чтобы она была белая с черным ну в смысле наоборот да добавить миксом вот сюда чтобы она вот тут была темным пятном и тогда вот эти вот внутренние все вещи они будут темными и плюс вот эту карту вот такую как она есть добавить вот сюда добавить сюда ну сделаем так я просто вот это все скопирую чтобы было понятно что имеется ввиду то есть если я хочу одним материалом сделать я вот этот микс вот этот микс смиксую еще разок то есть скажу вот так то есть у меня отражение яркие правильно а мне нужно что-то добавить темное значит я вот эту штуку меняю говорю invert вот она тоже светлая добавляю ее сюда но добавляю ее как в режиме multiply правильно то есть мне надо затемнить мне надо на вот этой яркости получить пятна темные вон я получил ее вот у меня вот это все что алтай будет темней правильно потому что у меня отражение светлое а вот эта часть темная то есть это раз поднимаем вот так это раз это такое имя короче ну грубо говоря вот соответственно переключаем вот сюда теперь у меня получается поскольку у меня рафнес правильно то есть мою жрафность рафнес нам дает что матовая часть белая а глянцевая часть черная вот мне надо белую часть вот эту добавить сюда в режиме edition да конечно то есть я же добавить светлое должен ну вот и говорю ему типа давайте добавим тоесть я смиксую еще раз и вот этой яркость мне надо светлое если в том случае я к вот этой яркости я прибавляю темное через multiply то к вот этой яркости я прибавляю светлое через эдишн то есть через осветляющий режим наложения вот оно вот такое, я ему говорю давай эдишн, он мне к вот этой яркости добавил только белое и у меня то, что темнее будет глянцевым, то, что светлее будет матовым, я могу вот этот материал применить, попробовать к своей шине оно там сильно не проявится ну как, чтобы здесь просто такая текстура, которая как бы не проявляет эту часть, то есть в самой текстуре если на нее посмотреть, ну как где-то так, покажись в самой текстуре, вот внутри вот эти части, они, если бы все было залито белым ну грубо говоря, тогда бы оно сильнее проявилось то есть это первый вариант вот такого материала, можно вот так вот сделать если сильно хочется если хочется сделать немножко иначе, можно через карту пойти, можно сам материал смиксовать, то есть change материал, закинуть его WebStorm Mix вот так, да, сказать окей закинули, ну-ка и что мы с этим делаем мы создаем еще один материал WebStorm только делаем его черным матовым просто тупо черным матовым пока что, вот так а теперь вот эту карту вот эту карту мы закидываем в текстуру, и она по идее просчитает там вот где матовый черный, где глянцевый то есть, ну я же говорю, здесь такая текстурка, которая не дает возможности, так сказать, разгуляться чтобы прям это все видно было оно все равно по факту будет одинаковый вариант иметь то есть, получается ну-ка то есть, получается фактически здесь два одинаковых материала ну, грубо говоря только один через карты смешан вот тут, прям все в одном а этот смешан через микс материал так, ну-ка где вот так то есть, вот он вот так смешан то есть, можно это, ну, это равноценные конструкции просто сделаны по-разному они все равно будут выглядеть одинаково ничего там такого не будет ну, ничем оно не будет отличаться поэтому вполне себе нормальный вариант но я вот этот пока просто отложу в сторону теперь следующий момент ну, предположим у нас сейчас на данный момент наше колесо очень такое спокойное ровненькое там все у него хорошо вроде как объемчик читается видно где-то что-то можно например, в фотошопе притемнить что-то там осветлить там следующий вариант нам нужен еще один источник света желательно его поставить куда? вот сюда вот тут вот пятно чуть-чуть проваливается да? то есть я пойду и скажу то есть я вот смотрю сейчас на картинку и пытаюсь посмотреть куда я еще хотел бы добавить свет я хотел бы вот здесь еще добавить свет то есть я скажу ему типа а давайте-ка мы нарисуем вам еще один источник света он будет вот тут вот он будет квадратненький такой себе ну-ка ну пускай будет вид фронт и мы его чуть приподнимем да? то есть мы вот его приподнимаем так как нам нужно что-то высветить вот то есть мы его там ну-ка двигаем двигаем так как нам необходимо можно просто-напросто ну вот так да? более ровнее то есть если там провал был то мы сделали более ровнее его вот и возвращаемся к нашим источникам ну-ка вот этот источник вот этот источник мы его напишем так цилиндр ну-ка рим-лайт то есть рим-лайт это у нас контровый свет ну грубо говоря но у нас он как контровый здесь не пролетает на покрышке он пролетает осветляет нам вот эту площадку мы его так сделали вот и следующий это у нас получается я его поставлю тайер мод мод я пишу обычно моделирующий то есть что я моделирую вот там кусочек заполняю то есть вот так да вот у меня уже сколько источников света здесь можно заполнить еще вот эту часть но я бы вот эту часть не стал бы наверное заполнять хотя ну при желании можно заполнить я пока не буду ее трогать как бы ну не очень-то хочется то есть вот эту часть вот как бы это выразить у меня вот этот источник сейчас я переключусь и покажу его тот который вот светит спереди да он же у нас подписан это на диск а это тайер если смотреть на его работу желательно конечно смотреть на его работу отдельно сейчас попробуем это осуществить ну-ка так откройся сначала мы это все зарелодим так ну вот этот у нас есть мы остальные сейчас отключим так все отключились все не мешаю здесь получается как бы такая ситуация ну на всякий случай ее поясняю у меня этот источник света узкий то есть по ширине он не слишком так ну-ка мы у него сейчас зайдем он по высоте большой а по ширине не очень да я поставлю вот десяточку вот то есть если я хочу больше объем дать больше объем вот на этой шине то я соответственно должен вот так его сделать но у меня получается по бокам он хорошо делает а сверху снизу не сильно вот я его поставлю предположим те же 10 посмотреть что у меня изменится да он мне дает вот такую картинку то есть мне для шины вот такой источник не подходит который был то есть мне для шины вот такой вот стрип стрип бокс не подходит мне подходит больше обычный софтбокс поэтому я здесь поставлю где-то 30 на 30 вот так это же лучше светит правильно но если он например не досвечивает наши буквы можно поставить 60 на 60 предположим то есть вот так если сильно хочется если хочется больше объема можно поставить 50 на 50 чуть-чуть меньше ну видно как он отделяет ну я бы поставил наверное скорее всего 40 где-то на 40 вот и чуть-чуть бы его сдвинул то есть для чего сдвинул ну-ка сдвинул бы чтобы он у меня равномернее осветил то есть подвигал бы подвигал бы подвигал бы его вот так чтобы он мне вот там кусочек темного оторвал и вот тут был то есть вот да объем я читаю и например чуть-чуть бы может быть бы его поднял вот так ну как-то там ну вот так например то есть алтай шина читается отлично его можно только единственное что если он там не нравится по высоте так ну-ка где ты где у нас там высота внизу вот туда можно поставить 40 на 60 чтобы он чуть-чуть больше захватывал как бы шину но вот так сделаем чуть-чуть его чуть-чуть его вот так подровняем то есть я же объем вижу правильно то есть вот объем то я вижу вот он видно этот полукруг такой поэтому вот его лучше делать более квадратным чем прямоугольным потому что когда он прямоугольный он как градиент работает то есть он какую-то часть высветляет и какая-то часть уходит в темноту поэтому я бы например делал бы не 40 на 60 а 40 на 50 например вот так и чуть-чуть бы ну тут регулировать можно понятное дело тут важно что он захватывает как бы его можно если продумывать наперед у нас же еще там есть верхний свет правильно то есть мы половину алтайшина светим этим источником а половину верхним то есть ну-ка где ты у нас там топ лайт иди сюда вот он наш топ лайт мы его если включим он досветит правильно то есть вот он досветит ее она будет высвечена поэтому тут уже ну я как бы это все объясняю для того чтобы было понятно как оно там все работает ну в принципе можно поставить там 50 чуть-чуть его еще нам важно вот это видеть да сразу читать ага 175 там тролливали и нам видно кто ну смотреть кто производитель вот он то есть все нам больше особенно ничего не надо человек не смотрит человек смотрит ага Мишлен там 265 все там проехали ну так приблизительно в общем-то поэтому смотрим что освещать то есть включаем весь свет собираем его он понятное дело что он картинку дает не такую почему он дает не такую картинку вот тут вот это место вот это возвращаемся к этому месту я когда верхний источник свет оставил я же теперь могу его подвинуть так как хочу правильно то есть тут уже все будет зависеть как я хочу поставить этот свет если я хочу вот половину осветлить алтайшина половину затемнить он мне вот прочитает ну у меня получится вот такая ситуация то есть тут уже надо будет варьировать тут я не могу универсального рецепта дать типа вот ставьте вот так и будет все хорошо нет уже непосредственно мы сами регулируем то есть мы смотрим что надо досветить и досвечиваем то есть это вполне нормальная практика это это нормально то есть к этому надо относиться так но я бы наверное не знаю скорее всего вот этот источник тоже сделал бы шире чуть-чуть вот да вот так вот вот так мне больше нравится то есть вот она у нас вот такая часть если кому-то например хочется сделать вот тут провал вот этот понятно где поставить источник да то есть где-то вот рядышком с камерой он будет ну как бы мы смотрим сюда и у нас это же место куда смотрит камера значит где-то рядышком с камерой у нас источник света может стоять я этого делать не буду по объему меня предположим все устраивает если кому-то например надо вот эту шину по-другому подсветить можно источник света повернуть то есть никто ж не против у меня здесь вот только два вот этих источника можно сделать один большой но я обычно ставлю два то есть мне так лучше и легче если двигать вот этот то есть тут уже надо будет смотреть что как хочется это осветить если больше например сюда на надпись значит мы ставим его сюда если надпись чуть-чуть хочется сделать объемней значит мы его чуть-чуть оттягиваем там назад и смотрим как она будет выглядеть то есть я тут каких-то я же говорю конкретных рекомендаций дать не могу то есть можно остаться вот так то есть вполне себе нормальная картинка все с ней как бы хорошо но единственное чего я не доделал это следующий спортивный коллектив у меня слишком матовый диск да я во первых хочу его переделать материал это раз идем на наш металл идем приближаемся к нашему диску сейчас будем смотреть что с ним будет происходить так ну-ка что у нас там происходит все отлично попробуем металл я для начала в металл в этот загоню карту то есть скажу бамп скажу карту он же у меня матовый правильно ну-ка и скажу что карта у меня будет от Джеффа Паттона ту которую я обычно использую так только я не туда залез вот такое вон там это все дело понятно нам сказал что он не понимает что это такое мы скажем ему 100 он там все это раздербанил по-своему мы ему скажем что это Triplanner я почему единицу ставлю это смешивание швов вот и поставим 10 например ради интереса посмотреть что будет вот она вот наши флейки ну это много же правильно конечно много значит уменьшаем в 10 раз ну так себе уменьшаем в 100 раз ну пойдет грубо говоря только размер большой надо поставить помельче то есть поставим пятерочку то есть только 5 не 50 а 5 то есть поставим вот так да смотрим то есть ну вот оно там появляется можно не знаю там поставить может двоечку двоечка наверное маловато поставим все-таки наверное оставим четверку пускай будет 4 сантиметра не важно вот оно там вот такое оно там в 10 раз в 100 раз вернее уменьшен этот бамп вот он так вот выглядит я бы конечно вот тут бы попробовал немножко это дело скорректировать то есть меньше поставил бы глянцевость вернее матовость но он станет темнее поэтому тут желательно регулировать и вот тут взял бы его изменил то есть call change соответственно mix вот и закинул бы сюда обычный металл то есть делал бы обычный металл соответственно сказал бы что он у нас ну-ка 20 на максимум и 15 я выше 15 не поднимаюсь там не сильно надо там некоторые тысячу ставят зачем какой в этом смысл он и так светлый такое ощущение ну просто проведите эксперимент ставьте 10 11 до 20 например и в фотошопе сверьте там вообще минимальные отклонения будут зачем ставить большие цифры какой смысл в этом то есть соответственно вот эту часть мы скинем все с ней хорошо ну и смешаем через фалов да но здесь у нас фалов неверный скажем так поэтому мы поставим верный ну чуть-чуть можно приподняться там до 1 и 6 чтобы отражения были сильнее можно 1 и 8 поставить если сильно хочется чтобы вот эти глянцевые отражения вот эти вот видно по полоске чтобы они проявились сильнее они в основном будут матовые и теперь вот проявилась четверка да можно даже еще меньше поставить то есть здесь некоторые свойства материалов они потом проявляются то есть не всегда это бывает видно сразу ну нету такой картинки в голове что типа вот я сразу вижу ну кто-то может быть и видит я бы например еще меньше сделал бы бамп ну-ка ну нормальку так у меня там ну если я вот так поставлю он вообще улетит ну да он улетит ну можно поставить не единицу здесь а где-то 05 так ну это уже он улетел не пускай единичка остается ну в общем где-то приблизительно вот так бы сделал это все дело оно как бы вполне себе нормально выглядит так сказать единственное здесь можно проверять 192 там что-то что-то вполне оно себя нормально чувствует теперь следующий вариант вот тут этот источник света вот он у нас есть да я хочу в него вкинуть hdr сказать типа bitmap какого плана hdr я выкладывал в группе CG cars выкладывал соответственно hdr по studio light вот и выкладывал она у нас ну-ка сейчас мы найдем вот она вот такая то есть вот такую вот hdr я выкладывал у нее в центре пятно и дальше идет спад я хочу вот в этот источник который светит на шину закинуть вот это вот эту карту то есть сказать типа текстурка переключись вот она темнее сделалась да ну понятное дело поскольку она темнее я могу соответственно скомпенсировать ну поставлю где-то 50 ну 50 наверное много где-то может быть 40 ну пускай будет вот так то есть неважно но это все варьируется понятное дело тут как бы только единственное я на шину поставил эту штуку а я хочу ее еще поставить на соответственно на диск можно тоже такую же закинуть то есть вообще без проблем ну-ка текстурка она чуть-чуть подпровалит яркость чуть-чуть подпровалит но опять же и вот этот источник как бы можно сделать ну-ка можно сделать пускай будет 50 на 50 вот так то есть варьировать тоже эти все вещи как и предыдущие 50 на 50 так и этот тоже ну и тут поставить например там не знаю пятерочку посветлей она конечно не даст эффект который нужен она все равно будет высветлять там делать это все дело матовым но тут чтобы вот этой матовости чуть-чуть избежать можно сказать типа давайте мы закинем сюда hdr-ку в environment просто попробуем совместить то есть мы скажем пойдем ну-ка у меня здесь где-то есть interior так ну-ка это не то сейчас поищем вот interior есть и тут я не помню какая из них так надо какую-то интерьерную взять более-менее адекватную сейчас попробуем найти что-нибудь подходящее я правда ну пускай будет например вот это пойдет то есть там она получается сейчас мы на нее посмотрим ну-ка гамма у нее 2.2 и соответственно посмотрим ну она вот такая можно такую ну как бы чтобы источники света были какие-то жестковатые там искусственные то есть чтобы много было разного света тут вообще простая обычная комната и пойдем скажем что давайте мы ее поставим вот сюда то есть давайте ее вкинем в инвариум посмотрим что будет ну-ка вот так да и там вот так то есть как бы вот ее тоже надо крутить посмотреть как она работает то есть мы можем спокойно вот это все выключить вот это то есть мы это все отключили на всякий случай обновились да тут все у нас есть light tube пускай работает все с ней отлично вот и мы ее можем покрутить же правильно я буду покрутить по 30 градусов пускай будет 60 ну вот например можно вот так она еще добавит то есть она вот там вот синеву добавила он блечки появились как бы на диске начали отрабатывать да но я пока запомнил 60 пускай будет 60 то есть ставлю 90 это плохо 120 150 180 она кое-где дает хорошие вещи но не сильно то есть 210 240 270 вот 240 еще тоже ничего то есть она вот выхватила кусок и вот эту часть верхнюю нижнюю подрисовала и на диске вон там появились то есть 60 и 240 пока да 270 соответственно 300 ну и 0 да но я остановлюсь наверное на 60 то есть я добавлю ну посмотрю пока 60 там бы конечно лучше поставить вот так 240 вот так лучше поставить было бы прикольнее здесь чуть-чуть блечки лучше отрабатывают видно вот эти вот части и вот блечки тоже проскакивают то есть я пока остановлюсь на 240 если вдруг что я соответственно поставлю то что мне будет необходимо вот я посмотрел как она работает мне вот здесь это пятно нравится если что я поменяю ну я в себе пока два положения запомнил 240 и 60 все меня вот это устраивает соответственно пойдем это все дело включим она там так только не выберем а включим она там добавит понятно чуть-чуть то что необходимо вот эти все блечки вон появились чуть-чуть еще она ровнее светило колесо все сделано то есть получается как теперь как теперь быть ну как быть вот в этом случае ну пойдем в ядро то есть пойдем в кернл скажем отметочку процесс альфа поставим вот он ее чикнул то есть он альфа сделал нам и показывает что вот у нас вот такая часть можно сразу фотошоп закинуть вот и побежать радоваться а можно сделать прям тут а как тут сделать получается грубо говоря ну собираем свет у меня свет источники света все вокруг шины стоят вот они те которые я ставил строил да по каждому источнику света там верхний боковой там фронтальный там задний там то есть вот я их строил вот настроил это у меня один свет правильно это все источники света это у меня один свет ну короче чтобы было как бы попонятнее нарисуем вот так ну-ка вот это у меня все источники света так только то есть вот они все это один свет правильно это и свет от источников света дальше у меня есть ставим мы себе свет разделили это от hdr правильно то есть второй вид света ну первый обычный источник второй от hdr так мы разделили свет и плюс мы hdr выключили соответственно можем вот это сохранить я же говорю photoshop закину черный iphone короче и все отлично а можем сделать по другому вот тут есть такая background image setting вот открываем эту штуку соответственно load file from trolley у меня есть такая часть я делал себе градиенты и для virada делал градиенты у меня вот градиент color black он черный просто тупо я hdr закидываю на фон вот она на фоне тупо hdr на фоне и соответственно bake render image то есть запечь ее да если я картинку сохраню она будет с прозрачным фоном ну грубо говоря если я нажму bake render image то она соответственно станет нормальной я пока вот это отодвину то есть чтобы было понятно да что я сделал я так пока close я поставил все источники света которые мне были нужны то есть дальше сделал hdr которая мне нужна нашел чтобы она там какие-то пятнышки мне давала облички и какие-то вещи то есть ну ее можно там ну вот она у меня стоит 240 да я в тот раз смотрел можно посмотреть как она будет работать если я на 60 ее поставлю она чуть другой свет будет давать то есть ну тут можно варьировать где-то все равно блички будут проскакивать где-то что-то будет там на месте стоять то есть вот можно металл предположим сделать темнее так ну-ка то есть вот этот металл вот этот металл можно сделать темнее сказать например 0.5 вот он станет чуть темнее он станет ну это уже по вкусу там он когда он становится темнее вот эти вот блички начнут проявляться нужны они не нужны это тоже такой вариант я просто это объясняю если нужны значит убираем находим нормальную hdr вот соответственно мы получили вот такую штуку здесь чуть-чуть надо будет повернуть источник света так чтобы она высветилась вся нормально ну в смысле чтобы не было там на ней провала либо там в фотошопе подретушировать то есть неважно если бы она конечно была не вот такая с вот этой частью а именно черная она вообще отлично смотрелась ну раз сделано так значит так то есть это вот эта часть у нас вроде как все отлично да ну пока что так приблизительно то есть нам нужен вот этот материал который мы применяли на шину то есть я его вот чуть-чуть отодвину вот он у нас вполне себе адекватный ну простенький но он выглядит нормально иногда бывает такая штука что на чистых вот этих шинах появляются такие следы ну вот ее катили там где-то там не знаю в цеху не в цеху и на ней чуть-чуть камешки там такие вещи образовались вот мы сейчас сюда добавим вот я возьму скажу change то есть смиксую материал то есть скажу вот так да вот сюда то есть замиксую его и новый материал сразу поставлю на единичку для чего ну для того чтобы увидеть то есть я скажу вот тут единица вот он белый сейчас станет вот он стал белый что я хочу сделать в этом материале я в этом материале скажу в диффуз вкладываем карту карту какую у меня там есть из каких-то пирели я там ну на бехансе есть шина пирели короче и там в общем в ней есть материалы кто-то да она там бесплатная у меня дьорд лежит в автомате ну она вот выглядит вот так то есть если мы ее сюда включим она выглядит вот таким вот образом вот такая типа там эти камешки всякая такая штука вот она у нас такая но она там неправильно расположена то есть нам опять желательно ее переставить на трепленер сказать что она там швы миксует сказать что она где-то там десяточку предположим вот ну все с ней хорошо да и сказать что она на втором канале у нас лежит то есть второй канал потому что у меня там первый канал занят картами и бамповской там и еще чего-то там и дисплейсмент там все подряд но я вот эту закину на второй канал я пока с этим материалом ничего не делаю пока что мне надо как-то это смешать то есть мне желательно в данный момент как-то это смешать как я буду смешивать я буду смешивать это через градиент правильно то есть поставим его вниз делаем его каким ну где-то вот тут я поставлю белый вот так вот тут я поставлю черный вот так и вот тут где-то я поставлю белый но неудобно я же говорю разработчик не учел такую штуку что хочется здесь более точные варианты ставить там 40-40 например с каждой стороны грубо говоря он у меня вот такой то есть он так работает но он как бы как бы это выразить так выйдем отсюда то есть он в данный момент неправильно расположен то есть мне надо сказать ну можно вот тут выше UV map а еще один UV map положить вот так да там под низ ну вот и сказать что он на втором канале вот так вот но он там неправильный для начала я пока тормозну эту штуку чтобы он там не сильно напрягался то есть мне надо тоже сюда зайти внутрь сказать типа я тебя поворачиваю ровненько вот так назад то что ж такое чуть-чуть движения и уже все то есть поворачиваю тебя вот так ровненько да а теперь смотрю как ты там будешь себя вести ну-ка вот он как да должен по идее по Y скажу fit но тут этот fit он непонятный то есть включаем это все дело он как бы неправильно отрабатывает мне его надо развернуть на 90 градусов так ну-ка поворачивайся 90 так 115 это много так 85 75 это мало соответственно поставим ну можно вручную было написать но то есть вот там 90 внизу все отлично стал да он там поменяется и соответственно сказать ему fit ну-ка растянись тут единственное что иногда эта штука может как бы не сильно срабатывать в плане чего сейчас проверим еще разок ну-ка ну понятно тут же стоит вот так поэтому надо поставить двоечку ну то есть в градиенте желательно поставить двойку ну в принципе тут на карту единичку это же для другого материала а двойку в градиент второй канал вот и он у нас теперь правильно показывает то есть он вот здесь светлая по бокам соответственно что мы можем делать мы можем варьировать вот эту штуку да то есть уменьшать его ну градиентом уменьшать ширину то есть здесь я же говорю единственное неудобно что точных значений нет вот мы ее уменьшили вот она там а дальше получается для того чтобы более-менее это все адекватно сделать можно сказать давайте уложим это сначала в color correction ну-ка то есть вот так да для чего для того чтобы мы умели управлять мы имели возможность управлять яркостью сделаем ее темней вот эту саму штуку сделаем темней и она как бы будет распространяться на ту часть которая нам нужна вон там вот ее катили эту шину вот и попала вот эта вся часть вон туда попала но она как бы выглядит не сильно хорошо мы сюда попробуем закинуть бамп вот он там появился начал рисовать он рисует что-то там делает в общем она там отрабатывает насколько этот бамп ставить это уже как бы личное дело каждого но там чуть-чуть появилось вот этих частей хочется сделать шире вот эту часть делаем шире вообще без вопросов то есть как устраивает то есть это уже все градиент этот варьирует вот эту часть то есть насколько она должна быть там там вон какие-то пятнышки попали где-то еще что-то можно там к текстурку но я обычно люблю делать такую штуку но это так сказать моя личная часть в плане чего я люблю эту текстуру прогонять через микс одну и ту же то есть это вполне нормальный вариант но повернуть ее на 90 градусов и смешать равномерно то есть 50 то и 50 то и будет вообще просто огонь то есть она будет больше давать вот это и разнообразие больше давать в общем-то вот она вот эта часть ну-ка вот они наши материалы там простенький кстати вот туда на вот этот нижний пластик вот этот вот этот пластик можно своровать какую-нибудь карточку вот сюда ну так ради прикола запихнуть ее тоже в рефлекшн запихнуть ее в отражение вот чтобы там не так это все однобоко смотрелось поставить где-то 25 поставить где-то 25 это даже не 25 можно 15 можно 20 то есть ограничить чуть карту чтобы она ну давала какую-то там легенькую рябь чтобы не казалось что это можно даже еще и на бамп зашвырнуть она конечно будет там ядовитая ну вот как вариант такой материал смешной получился да и сразу же сказать там типа давай-ка ты будешь вот такой ну вот такой чуть-чуть чуть посильнее но там сильно много ну в общем на вот этой части можно остановиться этого будет вполне вполне нормально то есть можно пойти и посмотреть ну вот он там этот бамп есть но только она у меня там развертку понятное дело лучше сделать ну на такую часть как бы она тут не сильно хорошо отрабатывает вот ну можно это все сделать нормально можно перевернуть ее более-менее ну то есть варианты короче есть не бывает такого что вариантов нет варианты есть и они всегда можно сделать выше подняться но вот тут сказать 0.25 например ну чтобы там что-то было где-то как бы там чуть проявлялось она сильно не будет проявляться но она такая будет пятнистая неравномерная поэтому уже с ней будет все повеселее и полегче в этом отношении то есть вот она наша ну я бы наверное даже еще сделал меньше я бы поставил она вот там пятнистая сильно я бы поставил где-то 15 и тут 15 вот теперь покажу такой прикол веселый так это можно закрыть я не помню какая из них была вот вот они вот эти вот антиалиасин когда альфа включается то есть она вырубает там вот эту штуку и она включается не очень аккуратно фактически то есть она вырезает неаккуратно будут вот такие вот косяки как их избежать то есть сейчас все как бы хорошо все вообще замечательно все отлично работает но как только я вырежу вот эту часть она сразу станет плохой ну в плане того что она сразу станет плохой как этого избежать то есть сразу вопрос на засыпку как как это сделать вот я пока отвечать на него не буду но людям дам возможность там подумать пойдем на вид фронт да вот то есть вид фронт этого избежать можно таким веселым способом если знать ну и читать книги по фотографии там это все расписывается описывается как из какого положения выйти как лучше использовать что где использовать в 3D это то же самое одинаково работает одно и то же те же яйца только в профиль вот тут вот тут на ну ground group вот эта часть можно тут создать мы создаем обычный plane то есть пойдем и скажем plane я не знаю пока каким он будет я его сделаю вот таким пока что вот красиво смотрится все оставляем красота нам нам этот plane нужно повернуть по камере правильно относительно камеры то есть поворачиваем 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 повернули 45 ну где-то приблизительно вот так И начинаем его оттягивать Оттягивать мы его будем куда? То есть оттягиваем, оттягиваем, оттягиваем Куда-то, куда-то, куда-то Я оттяну его до такой степени Его надо оттягивать И ставить так, чтобы был Чтобы он был в кадре То есть я чуть-чуть Вот так, да, вот смотрим То есть он в кадр попал Даже можно его чуть-чуть приподнять Так, это сильно много Тут такие скачки, да? Да что ж такое? Никак не выровняется Ну ладно, не важно Ну в общем как-то там попали Теперь пойдем его увеличивать Наш этот плейн Для чего? Для того, чтобы он занял площадь кадра То есть мы его чуть-чуть расширим И чуть-чуть шире сделаем Чтобы он вышел за рамки кадра Правильно? Ну пускай будет сколько 225 на 185 Пускай будет вот так Вот И вот тут он у нас Будет называться Ну пускай wall Ну-ка То есть стена наша, да? Вот так И мы пойдем И скажем Давайте нам новый материал Соответственно StormRender Ну-ка Применим Это у нас Black Просто Просто Black MrBlack Ну-ка Назначим его И скажем Давайте прямо Мы пойдем в ноль Ну упали в ноль То есть и теперь у нас Как бы такая ситуация Что нам даже по факту Не надо делать процесс альфа То есть вот тут И запекать вот эту штуку То есть если я сейчас Процесс альфа отключу Тут ничего не изменится Правильно? И если я сюда приду И скажу Типа Не отображать Бэкграунд То есть я показал Два варианта Один вариант Который идет у нас С отметками Процесс альфа То есть мы альфу включаем И заменяем Через вот эту штуку Черную карту Заменяем Просто Чтобы не было у нас там провала Но не забываем нажать Бэк имидж Чтобы там не было Всякой ерунды Это первый вариант Через процесс альфа Через альфу Это первый вариант Правильно? А второй вариант Вот это чисто фотографический То есть у меня вокруг Стоит окружение Наша HDR Она вот дает там этот свет Где-то синенький Красненький Можно через Color Correct Ее прогнать Чтобы она оттенки не давала Ну как бы Такой себе вариант Можно другую найти Вообще без проблем Вот Но мы поступили Чисто фотографически Мы черный флаг поставили Грубо говоря Ну как Флаг отсекает свет Но можно на фон Поставить просто черный материал Черный бархат Он же Ну черный поглощает свет Правильно? Поглощает Если вдруг Ну если вдруг На фон что-то попадает На фон На вот этот То Соответственно Из источников света Если какой-то источник света Оказывает влияние На вот этот материал И на фоне появляется Какая-то засветка Из всех источников Можно вот эту стенку Исключить И свет не будет на нее попадать И соответственно Мы получим Ту же самую картинку То есть У нас два варианта Либо через процесс альфа Либо просто поставить На заднике Просто черный материал Фотографическим способом И получить такой вот вариант То есть Либо тот Либо тот Можно использовать Вообще без проблем У меня в первом случае Получилась вот эта часть Я когда Делал первый вариант У меня в этом случае Получилась вот такая вот Так сказать Нежданчик прилетел Да Вот Антиалясинг Сработал не сильно хорошо Ну это же не Пойдет И вот он там Вот чтобы он там Не работал Ну не срабатывал Вот так То лучше всего сделать Через фотографическую часть То есть Там ничего не надо будет Вырезать И плюс еще такой момент Что когда у нас есть Вот эти части Вот эти части То мы Приходим в фотошоп Грубо говоря И можем выделить То есть Вот он градиент Даже видно Где распространяется Да Вот та часть То есть Мы можем Ткнуть пипеткой Выделить вот этот Зеленый цвет Он выделится И соответственно Там Дальше уже рулить Вот То есть Ситуация вот такая То есть У нас маски есть То есть У нас все есть Для того чтобы сделать Хороший Вариант Вот он наш Один вариант Вот второй вариант То есть Как бы Все с ним хорошо Если кому-то Прям сильно хочется Еще Заморочиться Ну это на самостоятельный Так сказать Если кто будет делать Такие штуки На фон Можно подсветить Фон можно подсветить То есть Можно так оставить Это Ну Поскольку сейчас Такой себе тренд Ну получается У Романа Получился тренд На вот эти штуки Ну он как бы Просто сложился Ну будем называть его так Да То есть Такая модная Штука Без всяких лишних То есть Высвечен объект Так как Хочется Раньше Ставили еще на фон Подсвечивали фон Сейчас на фон Не подсвечивают Ну как бы Классика Подсветить еще фон Не классика Нео классика Грубо говоря Да Такой модерн Это соответственно Не подсвечивать фон Вот Я бы вот эту штуку Еще вот тут Вот этот материал Вот этот материал Само светяшку Пропустил бы Через карту Фалов Для чего Для того Чтобы задать Ей какой-то там Свет И который Вот он По краю темнее То есть Вот тут Классно Сразу сделано Видно Да В центре светлое По краю темнее Ну и поднавалил бы Ей бы где-нибудь Там Может под полтинничек Типа такого варианта В общем-то Ну и получилось бы Вот такая вот Так Не Не получилось сразу Вот И Понятное дело Что у меня Это конечно Очень сильно отличается От того референса Который мне прислали Ну-ка Я там варианты делал То есть Понятно Здесь больше Она освещена Здесь Может быть Источники больше стоят Ну то есть Можно разобраться Можно сделать Но здесь Она работает За счет вот этих карт То есть Она Жестче выглядит То есть Вот за счет Вот этих полос Там Каких-то Вот этих вещей Плюс еще Вот в Continental Там еще Вот Мелкая шагрень Очень такая Плюс на диске Вот эта часть Ну можно диск Еще сделать Так как Так как Ну ближе скажем То есть Я слишком мелкую Делал Вот эту часть Здесь она Ну побольше То есть Ее видно Вот за счет Вот этих всех моментов Ну то есть Как бы Доделывать Дорабатывать Вообще без проблем То есть Накидывать Там еще грязи Там еще чего-то Потом в фотошопе Это все Законтрастить И вот И вот то Что я говорил В самом начале То есть Вот Как бы Как ориентироваться Вот Если бы я Предположим Себя накрутил На то Что я хочу Сделать Как роман Вот точно Такую же Вот штуку Именно точно Точно такую же Штуку У меня бы Мои ожидания Как бы Привели меня К разочарованию Ожидания всегда К разочарованию Приводят Вот ты что-то ждешь Не дождался Все Разочарован Короче А если Соответственно Вообще Ничего не ждать А взять Просто Что вот здесь Стоит цилиндр Здесь стоит Это колесо Как-то свет Здесь поставлен Здесь тут Источник более У меня Ну там еще разница Может быть в том Что Как бы Можно использовать И жесткие источники Больше подсвечивать Какую-то У меня она более Равномерная получилась Здесь она более Концентрирована То есть Может быть даже Жесткие источники Света стоят Можно где-то еще Там подсветить Ну то есть Варианты разные Но я не заморачиваюсь На вот эту шину Да она по качеству Хорошая Я понимаю Это признаю Да она Отлично сделана У меня Мой вариант Он не дотягивается До этой Потому что я не прорабатывал Ни текстуры Не прорабатывал Ничего Здесь Все это рисовалось Поэтому оно круто выглядит А у меня Как бы автоматическим Грубо говоря Способом создано Поэтому Не стоит заморачиваться Надо лучше сделать Так как получится И каждый раз Оно будет получаться Лучше Лучше И лучше Ну и соответственно Не надо гнаться За там Самыми топовыми Художниками В плане того Что типа Вот все Я открою его работу И прям так сделаю Не сделаешь Потому что у тебя Столько опыта нет Будет Сделаешь Вот тут еще Такой момент Один Ну-ка Вот тут У меня вот стоит 0.5 Я поставлю Ну-ка 0.25 Спущу И карту И То есть на пластике Так почему-то Вот так То есть для того Чтобы вот этот Пластик сделать Еще темнее То есть я поставлю Вот 0.1 Да Вот насколько мне Приходится снижать То есть ну 0.2 Ну пускай он будет 0.25 И опять же В зависимости от того Насколько я хочу Это все Матовым Глянцевым То есть как оно Должно выглядеть Ну 0.25 Это наверное Маловато 0.35 Наверное поставим Ну Опять же Выравнивать так Как хочется Потому что В основном Вот этим цветом Я сильно прям Руководить не смогу Ну да Я могу его сказать 0.0 Черный Ну вот так вот Можно прям сделать Если сильно хотеть Вот Тогда придется Поднимать Чуть-чуть Яркость Ну и все равно Он к серому Вернется Вот в чем беда То есть как бы Вся вот эта штука Она направлена Только на то Чтобы эти блики Ну и вот То есть я вот уменьшил Оно стало чуть-чуть Хуже Ну в плане того Что смотрится Оно немножечко Не так Вот это все То есть носим На черном Как бы Не очень хорошо Выглядит То есть надо его Все равно Немножко Возвращать Так сказать В реальность Вот Ну и По идее Как каким-то Таким образом Настраивать То есть если будет Настроена одна Вот такая вот Студия приблизительно То соответственно Что здесь Менять Здесь единственное Что немножко Неудобно Ну скажем Она такая громоздкая Получается Вот Ее можно Попробовать Ну я специально Сделал вот такую Ее Она В чем ее Скажем Минусы То есть и плюсы И минусы Да ну плюс Она освещает Все хорошо Понятное дело Но минусы Ее в том Что придется В источниках света В новых моделях Которые сюда Будут закидываться Переставлять Вот эти все Инклуды Иксклуды Вот В чем беда То есть для потока Она не годится Скажем так Для потока Надо делать Что-то Ну Либо через HDR Lite Studio Я не знаю Может он даже через HDR Lite Studio Делает То есть там Не написано Ну можно через HDR Lite Studio Сделать Попробовать Осветить это То есть одну HDR Закидывать Но не знаю Как она там Будет работать Надо проверять То есть если HDR Lite Studio Сделать Она в принципе Нормально отрабатывать Можно и так То есть запечь ее Тупо И использовать Постоянно Если хочется Разнообразия И более так Контролируемый Свет Вот тогда Можно сделать так Ну я же говорю Она здесь получится Громоздкая В плане того Что вот эти Include и Exclude Желательно будет Просто на каждую Модель переставлять Потому что Ну по другому Никак Вот в этом Ее минус Вот Ну а соответственно Там Плюсов Может быть Какое-то количество Вот тут конечно Ну-ка Вот так вот Чуть-чуть Много бампа Ну и он Не сильно Хорошо Отрабатывает То есть И можно Спокойно Вот эту часть Делать Ну так Как Хочется Можно кстати Чтобы шина Была Повеселей Сделана Ну-ка Ну тут уже Вариации Разные Как бы Так Почему-то У меня Слетел Мой Пивот Ну-ка Вот так Да То есть Если прийти Сюда На нижнюю Вот эту часть Вот На вот эту Гизма Он там Пересчитает Все То можно Вот Эту штуку Еще чуть Повернуть То есть Я ее Поворачивал Там Ну-ка Чуть-чуть Дальше Я ее Поворачивал Это уже Не помню На сколько Градусов Да То есть Можно Чуть-чуть Ее повернуть Так Чтобы Ну вот Я сейчас Ее отодвинул Эта шина Соответственно Можно Чуть-чуть Вперед Ее прокрутить То есть Чтобы она Прямо На самое Светлое Пятно Попало Ну там Варьировать Можно Понятное Дело То есть Она у меня Почему-то Крутится В другую Сторону Ну вот Так Где-то Приблизительно Она сейчас Повернется То есть Вот тут Управлять Ней Чтобы она Ну там По Y Ну-ка Еще на 5 градусов Повернись Так Это нет Минус 10 Ну-ка Вперед Ее То есть Ну Минус 10 Наверное Не так Но опять же И источник света Еще повернуть Верхний топ Который работает И соответственно Получится Вариант Но Это Ну скажем так Это больше Грубо говоря Вот эта штука Больше фотографический подход Такой себе Если хочется Я же говорю Сделать что-то Именно поточное Чтобы быстро Вообще Тогда придется Переделывать Ну и делать студию Не знаю Наверное Скорее всего Легче В HDR Lite Studio Это сделать Там можно Бликами Очень сильно Хорошо управлять Можно Источники Немножко по-другому Это делать Ну вот Я специально показал Как этот процесс Например Может быть Грубо говоря Там Фотографическим путем Но я Все из фотографии беру Поэтому мне легче Так ориентироваться Вот Кто Делает по-другому Ну дело в том Что Прикол в том Что вот я делаю Фотографический И рассказываю Объясняю эти вещи И например Не знаю Как делается для потока А те кто знает Как делается для потока Они же никогда Ничего не расскажут Они будут Сидеть Сбоку Смотреть Критиковать Пинать ногами Кидать помидоры Короче И рассказывать Что они самые умные И у них все хорошо Да без проблем Флаг вам в руки И всего хорошего Вот Я просто здесь Объясняю Как работает цвет Как это можно построить Ну а Рекомендации Я никогда не даю То есть Здесь просто Рассуждение Как это все работает То есть Я не даю Вот этих Все готовых рецептов Типа вот сделайте Вот так и все Я например Не знаю Как Роман делает Вот тут То есть Я например Не знаю Как сделано Но по источникам света Я смотрю Где какой стоит Вот он один Потому что Вот я вижу яркий И он Он там второй И вот он То есть Вот этот Это вот этот Вот Соответственно Я вижу там Третий Но я не вижу Поскольку я вижу Третий Вот этот То я не вижу Здесь контровика Наверху Он все равно Отрабатывает По контровым Да Я вижу Вот тут еще Вот один контровый Там стоит Один контровый Там стоит То есть Как бы Ну Там Схема отличается Понятное дело Колесо Можно еще чуть Развернуть То есть Здесь Мне кажется Разница Даже в этих Градиентах Здесь они больше Объем дают Здесь объем дают Только за счет Вот этого Там Если боковые Брать Они не сильно Объем дают Только за счет Вот этого Ну Можно ставить Настраивать Как хочется То есть Вообще Без проблем Я же говорю Я тут Ни на что Не претендую Если бы я сделал Текстуры Как вот у него То колесо Бы Наверное Материал Выглядел бы По другому Ну Его можно дальше Донастроить Вот Ну Опять же Брать референсы Смотреть Если есть такое Вот колесо Брать референсы Смотреть Какое оно чистое То есть Не грязное Когда оно там Где-то уже каталось Было А именно Когда оно чистое И плюс Вот этот материал Который я еще Добавлял Вот это Вот это вот Запыление Такое себе Да Можно делать еще Темнее Явнее То есть Ну Явно его выразить То есть Делать Вообще белую Если он там Где-то катался Ну варианты Опять же Разные То есть У меня вот Получилась Такая часть Поэтому Я здесь Вот эти все Нюансы Объяснил Вот Можно Строить схему Совершенно По-разному Можно Очень контрастную Построить Я построил По факту Более мягкую Можно HDR Не использовать Можно меньше Источников Можно Их Не инклудить А просто Одним Обойти Чтобы Меньше Было Работы То есть Вот эти Два Источника Слить В один То есть Я специально Разделил Для себя То есть Вот эти Два И вот эти Два Слить В один Будет Меньше Там Например Убрать Вот этот Один Сделать Вот этот Больше То есть Оно все Будет Отрабатывать То есть Можно Переделать Вообще Без проблем То есть У меня По факту Здесь Сколько Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Источников Но Если Я Вот этот Сделаю Один Вот этот Второй Третий То у У меня Будет Четыре Я Для себя Обычно Свет Разделяю Мне Так Легче Просто Работать Я Вижу На что Он Влияет Что Он Делает Как Мне С Ним Быть Подсвечивать Не Подсвечивать Ну То есть Как бы Такая Ситуация То что Здесь Такой Рисунок Это уже Каждый Делает Для себя Как хочет Но Обычно Желательно Высветлять Вот эти Штуки И вот эти Чтобы Сразу Читалось Поэтому У меня Вот такая Часть Мне Так Например Больше Нравится Это Медленнее Но Зато Я Полностью Все Контролирую Если Ваш Дерлая Студио Делать Там Должно Быть Тоже Хорошо Там Придется Не знаю Даже Сколько Там Придется С Источниками Повозиться Хотя Там По идее Наверное Будет Такое же Количество Источников Высветить Посмотреть Как Будет Там Единственное Что Хорошо Сделано Это Можно Управлять Самим Источником Вот тут Внутри Через Кривую Вот Но тут Тоже Можно Управлять Через Кривую И делать Так Как Хочется То есть Если Я Сейчас В этом Источнике Кривую Включу И Там Как То Его Изменю Например Вот Так Он По Другому Будет Светить То есть Он Уже Другой Стал Я Прям Тут Его Делаю Другим То есть Он Изначально Он Вот Такой Да То есть И Дальше Я Там Не могу Управлять Спокойно Как Мне Там Захочется То есть Чуть Чуть Его Надо Конечно Делать Вот Таким Приблизительно То есть И Получать Результат Ну У меня Вот Такой Соответственно В общем Всю Эту Ситуацию Объяснил Какой Выбрать Для Себя Мне Например Альфа Не Понравился Через Альфу Потому Что Он Куски Выгрызает И Там Эти Квадратики Видно Они Когда Темные Темный Фон Их Не Видно А Когда Фон Становится Светлым Ну Даже И Вот Тут Когда Ставится Вот Такая Вот Часть Где Там Вот Это Да Я Могу Управлять Дальше Еще И Яркостью Моего Фона То есть Тут Тоже Разделяется Вот Эта Часть То есть Я Могу Цветным Сделать Могу Градиентным Сделать Могу Сделать Белым Там Как Бы То есть Ну Вот Он Сейчас Серый Да Но Я Его Мне Его Надо Досветить То есть По Экспозиции Мне Надо Его Досветить И Тогда Будет Все Отлично Но Я Могу Управлять Здесь Как Б Каждая Часть Которая Мне Нужна Там Разные Делать Можно Разный Фон Разные Ну То есть Прям Тут Не Выходя Можно Растяжку Сделать Градиентную Что Он В центре Светлее Был Там По Краям Темнее Но Это Мой Личный Подход И Способ Который Я Могу Сделать Если Мне Надо Что Такое Я Не Уверен Что Там Поток До Такой Степени Большой 100 Или 200 Изделий В День И Ты Должен Это Менять Поток Пару Шин В Неделю Или Пару Шин За Месяц Это Не Поток Поменять Внутри Объекта Поменять Include Exclude Если Знаешь Как Оно Устроено Это Вообще Не Даже Если И Каждый День Будет Одна Шина Все Рано Это Не Сильно Долго То есть Некоторые Люди Часто Рассказывают Вот Это Медленно Какое Медленно Смотри Чем Ты Занимаешься Если Ты Делаешь Поток В 300 Фотографий В Час То Да Это Медленно Но Придумай Схему Которая Будет Работать Здесь Схема Придумана Не Для Того Чтобы Поток Работал А Чтобы Понять Как Работает Освещение И Потом Нормально Использовать И Все Вот В Чем Весь Фокус В общем С этим Все С этой Частью Я К Таким Вариантам Обращаться Не буду Сама Схема Мне Здесь По Освещению Устраивает Вполне По модели Я ничего Не скажу Хорошая Она Нехорошая Не знаю В общем То Вот А По Освещению Конечно Можно Придумать Что-то Еще Другое Ну Не знаю Я пока Так На это Смотрю Просто И плюс Если По Гистограмме Посмотреть Там У меня Где-то Что-то Беленькое Вон Есть Эти Вылеты И Вся Информация Идет От Светлого К Темному И Чернота Вот Этот Пик Это Вот Это Все Черное Вот Это Черное Ну Единственное Что У меня Здесь Стоит Вот Если Я 0 Сброшу И скажу Advanced Да Вот Я Сбросил Вот У меня Вот Такой Результат Получается В Эвсторме Если Я Пойду Например Хочу Перераспределить Контраст То Есть По Другому Сделать Как Обычное Дело То Пойти Сказать Тон Маппинг Сказать Что Это Тот Желуд Сказать Луд Да Можно Луд Не Использовать Вообще Как Б Это Такое Дело Хочешь Используй Хочешь Не Используй Тут То есть Вот Мы Его Применили Он Уже Чуть Другой Результат Дал Да Но Мне Не Хватает Контрастика Я Вот Тут Сразу Скажу Еще До 0 1 Вот И Я По Факту Вернулся К тому же Но Только У меня Более Блики Вот Этот Блик Вот Этот Такую Штуку По Контрасту Там Зависит От Кривой Которая В Лут Зашита Но Можно Лут Не Использовать Не Обязательно Вот И Соответственно Вот Такая Вот Часть Получится Ну В общем Замечанию Критику Можно Писать Но Вот Этих Всех Товарищей Которые Там Сразу Начинают Все Критиковать Я Просто Буду Отправлять В Сад Они Просто Надоедают И Все Они Пользы Никакой От Них Нет Но Надоедают Они Очень Часто Потому Что Они Начинают Рассказывать Что Только По Их Нему Правильно По Их Нему Не Будет Никогда Правильно Потому Что В Почему У вас Рендеры Не Получают Ни Аварда Ничего Если Вам Это Нужно То Есть Вот В чем Ситуация Желательно Просто Грамотно Разбираться В этом Все Грамотно Делать Строить Понимать Как Оно Работает В общем С этой Частью Все